Привет всем! Меня зовут Ольга Музычук, я являюсь пастором женского служения в церкви My City Church, and I'm so happy about that. Драгоценная! Хочу немножко поделиться с вами, мы только что окончили замечательный завтрак для женщин, который был посвящен празднованию женщин с 8 марта. Ну а самое главное, это был просто повод собраться нам, сестрам, девочкам, мамам. Были женщины абсолютно разных возрастов, и было очень-очень приятно иметь такую классную атмосферу, когда сидят перед тобой девочки 13 лет, 14, 15, 70, и мы все вместе можем, что-то нас объединяет. Что нас объединяет, что мы девочки, и это очень-очень было приятно, и для меня была очень классная атмосфера, атмосфера свободы, общения, мы имели замечательный завтрак, кушали, общались. И мне понравился такой момент на завтраке, когда раздали всем конвертики, и там в конвертиком были бумажки, и человек подписывал свое имя, и потом он каждому мог написать какое-то доброе, что-то сказать из жизни, что их будет созидать, и об этом женщины не знали. Когда человек подписывал, он ставил тому человеку конвертик, чье было там имя, и потом женщины открывали, и я наблюдала такую картину. Лицо сияло, люди улыбались, потому что читали добрые слова, потому что добрые слова особенно, они созидают всех, но женщин особенно созидают добрые слова. И почему классно иметь такие завтраки? Потому что на таких завтраках женщина имеет общение с себе подобными женщинами. Второе, что она может найти новых подруг, что тоже немаловажно в нынешнее время, когда люди часто общаются виртуально. Также, когда есть живое общение, это всегда созидает. Прикосновение, улыбка, объятие другого человека всегда созидает. Также на этих завтраках мы всегда имеем не только пищу для нашего тела, но и пищу для нашей души, что являлось этими комплиментами, добрыми словами, но также пищу для нашего духа, чтобы мы были питаемы правильным словом. И сегодня я говорила такие три главные мысли, что для того, чтобы быть успешной женщиной, женщиной, которая имеет правильное влияние на свой дом, свою семью, нужно знать, кто ты в Боге. Бог никогда не лимитирует женщину. Он всегда ее высвобождает в ее потенциал и то, кем она является. Ее может лимитировать ее культура, то, где она выросла, ее даже личное понимание. Но Бог никогда не лимитирует женщину, чтобы она была той женщиной, к которой Бог ее призвал. И Он влаживает в нас качества, которые очень важны в нынешнее время. Это качества любви, принятия, доброты, нежности, которые мы можем нести в общество, и прежде всего в наши дома, в наши мужьями, в наши детям. Поэтому это очень-очень важно. Второе, о чем я говорила, что мы должны праздновать друг друга, мы должны видеть друг в друге Христа, видеть Бога, и то, что каждая из нас, она создана по образу и подобию Божьему, чтобы мы научились праздновать успех друг друга, чтобы мы научились принимать друг друга такими, как мы есть. И последнее, о чем мы говорили для меня, это одно из самых важных в сегодняшнем дне, это то, что Бог дал каждый из нас голос. И что является голос? Это не физический просто голос, который мы говорим. Каждому из нас Бог дал то, что нам и двигает, что нам и мотивирует. То есть я знаю женщин, которые, вот у нее пятеро, шестеро детей, и она так беспокоится, чтобы дети росли в здоровье, прекрасной семье. Она находит возможность писать какие-то видео, информировать других людей о каких-то вещах, какие-то давать советы. То есть у нее есть голос, чтобы то, чем она живет, то, что для нее является важным, она могла это передать другим людям. И каждый из нас, Бог дал голос. Используйте этот голос, чтобы созидать других людей. Используйте свой голос и свою платформу, которую Бог вам дал, для того, чтобы вы несли что-то доброе в свое поколение, в своих дочерей, в свои семьи, в своих мужей и тех людей, которые нас окружают. Потому что мы призваны благословлять, мы призваны созидать и творить все прекрасное. Благословений вам! Жду вас на одном из таких завтраков. Благословений вас! Благословений вас!